Россиян ожидает ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля для жителей региона станут дороже электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и централизованное водоотведение. Процент повышения у каждой услуги разный, но вот общая сумма в квитанциях не должна превышать 13%. В прошлом году правительство перешло на долгосрочное регулирование роста совокупного платежа за коммунальные услуги. Для каждого региона установлен свой предельный индекс повышения. Например, в Архангельской области эта цифра равна 11,6%, а в Тюмени максимальный размер повышения уже 17%. В нашем регионе рост платы за коммунальные услуги не превысит 13,2% по отношению к декабрю прошлого года. И так, мне кажется, коммунальные очень достаточно дорогие. Я не знаю, придётся экономить порядком 4 тысяч в месяц. Ну, учитывая то, что я целыми днями на работе и, в принципе, домой прихожу только вечером. У меня, видите ли, как бы квартира, в которой я живу, там индивидуальный котелок и разграничение в платежах. Поэтому, как бы, у меня там до 3 тысяч коммунальный платёж. Поэтому, ну, я не знаю, там на 9% они существенно как бы всё-таки будут. В среднем плата за услуги ЖКХ вырастет на 8,9%, но у некоторых повышение будет менее заметно. За счёт того, что на отдельные услуги также установлен свой процент повышения. Тарифы на отопление у управляющей компании «Наринмарстрой» вырастут на 5,3%. У предприятий объединённых котельных и тепловых сетей – на 2,6%. Электроэнергия станет дороже более чем на 8,5%. Централизованное водоотведение – на 18,6%. На водоснабжение тарифы в среднем по городским поселениям вырастут на 13,9%, а в сельских – на 12,6%. Розничные цены на газ для населения также увеличатся на 7,5%. Однако, если в совокупности увеличение будет более 13,2%, потребителю выставят счёт, в котором повышение не превысит предельно допустимого индекса. Этот максимально возможный рост платы, и он может сложиться и ниже. Измене платы за коммунальные услуги рассчитывается ежемесячно при неизменном наборе и объёме услуг. Если всё же суммы в платёжках будут выше 13,2%, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Также консультации по вопросам расчёта можно получить в госинспекции строительного и жилищного надзора по телефону 2-19-33. Информацию по тарифам на коммунальные услуги можно узнать по телефонам горячей линии Управления по государственному регулированию цен и тарифов 2-12-24, 2-13-76 и 2-12-23. Кроме того, для тех жителей региона, чьи расходы на оплату коммунальных платежей превышают 15%, предусмотрена компенсация части затрат. Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения. Более подробную информацию можно получить по телефону 4-13-67.